Пятое марта, Лондон. Последнее появление Майкла Джексона перед публикой. Этих слов ждали едва ли не десятилетия, объявления о возобновлении концертов. Его перебивают, поклонники стараются докричаться. Заметно, что он волнуется не меньше публики. Это будет мое финальное шоу. Когда я так говорю, я действительно имею это в виду. Увидимся в июле. Последние слова на публике. Как будто понимал, хочет скрыться за кулисами, но вдруг оборачивается и вновь шлет поцелуй человеческому морю. Оказалось прощальной. Америка потеряла один из своих главных символов. Современное искусство своего главного пророка и новатора. Публика одного из главных любимцев 20 века. И всех этих громких слов все равно недостаточно, чтобы описать величину потери человека, чья слава была столь грандиозна, что и смертным-то его давно перестали считать. Не будет банальности именно в его случае сказать, что на алтаре искусства Майкл Джексон положил больше, чем может быть даже нужно. Своё здоровье, свой внешний облик, свою расовую принадлежность и даже своё детство, о чём он без устали напоминал во всех интервью. Вот редчайшие кадры 69-го года. Майклу Джексону 10 лет. В популярном телешоу его представляет миру Даяна Росс. Эта всемирная слава пришла к нему в 10 лет, когда он напрочь лишился даже не личной жизни, нет, а просто радости и невзгод обычного ребёнка. С пяти Майкл Джозеф Джексон уже без устали репетировал с братьями под ремнём отца. А к подростковому возрасту научился скрываться от папарацци, отбиваться от поклонниц и прятать свои эмоции и чувства. А это уже двухтысячные. Перед репортерами Майкл не стесняется лазить по деревьям своего ранча Neverland. Говорит, что здесь ему лучше всего сочиняется. Мир уже привык к его экстравагантности, независимости и свободе вести себя как ребёнок. Может себе позволить. Почти полвека он первый в мире современной музыки. Ему принадлежит абсолютный рекорд. 104 миллиона копий альбома «Триллер» проданы в мире и продолжает переиздаваться и продаваться. Биографы Майкла вспоминают, что перед выпуском «Триллера» Джексон куда-то исчез почти на год. От него не было ни слуху, ни духу, пока он неожиданно не появился на юбилейном вечере своей первой звукозаписывающей компанией «Моттаун», где показал невиданное до толи выступление с композицией Билли Джин. Музыкальные критики до сих пор уподобляют его первому полёту человека на Луну. Его пластика и хореография наравне с визуальными эффектами перевернули тогда сознание и даже представление о законах физики. Джексона провозглашают королём поп-музыки, и с тех пор он всю жизнь опричен носить эту тяжёлую корону – короля, экспериментатора и абсолютного новатора. Жизнь у нормального человека была покончена навсегда. Каждый его шаг в каждой стране мира его сопровождали две армии – фанатов и охранников. Начало 90-х в карьере певца ознаменовано целым залпом революционных музыкальных видео. Режиссуры высочайшего класса в сочетании с самыми новейшими достижениями в области компьютерной графики потрясли мир. Главным событием тогда стал клип «Блэк о Уайт». Его премьера прошла одновременно в десятках стран мира. В роскошной упаковке певец предъявил тогда далеко не романтическое произведение – осуждение, расизма, призыв объединяться и не смотреть на цвет кожи. У картонного Василия Блаженова он пляшет в 91-м, а к стенам реального храма на Красной площади он добрался лишь в 93-м. На этих редких кадрах видно, как встретила Москва короля поп-музыки. Проливной дождь залил сцену лужников в площадке, в те годы еще не готовы принимать шоу с таким постановочным размахом. Как обычно, во время своих поездок Джексон посещает детские больницы, где жертвуют деньги на лечение, и даже военные части. Певец обожал военную форму и любил маршировать с военными тех стран, куда он приезжал. Чем не детская черта? Обвинения последних лет, кстати, по каждому из них Джексон оправдан, пагубно сказались на его творчестве. Музыка становится ожесточенной, лирико-исповедальной или даже просительной. Как вот в этом самом дорогом в истории музыки клипе на песне «Скрим». Последнее мировое турное в рамках антологии «Хистери» приобрело прямо апокалиптический окрас. Никакой любовной или романтической лирики, только остро-социальный контекст. Вот, например, композиция «Heal the World» «Исцелите мир» — просто настоящий спектакль. Но для Джексона все это было на самом деле. Он действительно вот так чувствовал, что может и должен грудью защитить мир от зла. Смотрелось, откровенно говоря, по-детски, но ведь он так стремился быть ребенком. Майкл кормит своего младшего сына Бленкета. Детей у него трое — вот этот малыш, дочь Перрис и старший сын принц Майкл. Их лица он старался тщательно скрывать от репортерских камер. Лучше всех в мире знал, во что превращается жизнь, когда тебя знает весь мир. Последние годы вместе с детьми он пытался скрыться то в Бруней, то в Ирландии, стал чуть ли не банкротом и потерял свое знаменитое раньше Неверланд и существующую страну, в которой жил его любимый герой Питер Пен, вечный мальчик, творящий волшебство. Майкла Джексона знает каждый в мире, но жизнь его до сих пор остается одной из самых больших загадок минувшего века. Таким он и остался, вечным маленьким волшебником в людских сердцах и в своей музыке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...